Приветствую вас, Ирина, и, во-первых, хотел бы начать, как это ни странно, с конца вашего письма и сказать о том, что мне приятно, как вы оцениваете то, что мы с вами делаем. Очень приятно, что вы благодарите меня, это всегда теплые слова, они, знаете, всегда помогают убеждаться лишний раз в том, что то, что ты делаешь правильно, то, что ты делаешь заслуживает внимания и так далее. Особенно на фоне, ну, на фоне, скажем так, некоторых хейтеров, которые периодически появляются, например, у меня. Так что я рад, что помогаю вам, вы замечательный человек, я не устану это повторять. Вот, и не хочу, чтобы вы тоже это знали, что, в принципе, у вас в любом случае всё будет хорошо, просто вопрос в том, насколько будет хорошо, насколько, насколько будет это ярко выражено у вас. Ну, то есть, чтобы у вас всё будет хорошо. Дальше. В общем, первый момент, о котором мне хотел бы вам сказать, это то, что у вас есть конфликт интересов. И вот, это момент сложный. Сложный он, в первую очередь, для вас, наверное, а не для мужчины даже. Потому что у мужчины всё относительно просто. Он, как бы, определил для себя некоторые свои цели, задачи. он не хочет, там, двигаться, скажем, куда-то вперёд, где, ну, где ему некомфортно, да, где ему, там, неинтересно и так далее, и так далее. Ему это не нужно. Поэтому его интересы, они достаточно, знаете, они достаточно чёткие, мне, как, мне думает, что. А вот ваши интересы, они куда более расплывчатые, они куда более объёмные. И именно за счёт того, что они объёмные, очень важно, чтобы вы их не потеряли. Ну, свои интересы, да? Я надеюсь, это понятно. Чтобы вы их не предали. Чтобы вы понимали, чем вообще хотели бы рассматривать. Чтобы, несмотря на то, что, вот, ваш мужчина какие-то моменты вам не даёт, там, выполняя, делать и так далее. Чтобы вы, несмотря на это, всё равно продолжали идти в те стороны, в те направления, которые вам интересны, которые вам нравятся. Это очень важный момент. И поэтому я думаю, что вам, поскольку вы человек больше творческий, вы человек больше склонный к развитию, вы человек, который адаптируется, да, мы об этом уже говорили. И вам нужно будет просто уметь грамотно ваши интересы проявлять. То есть, что такое интерес? Вот, давайте немножечко об этом поговорим. Я там дальше по тексту пометил определённые моменты, которые я хотел бы разобрать. Но пока давайте поговорим чуть-чуть об этом. Вот, а почему, вообще говоря, возникает этот самый конфликт интересов? Чем он связан? Конфликт интересов связан с тем, что люди, выбирая и планируя, на самом деле даже в большей степени планируя свою деятельность, они не могут или боятся как-то менять форму проявления своих интересов. Что это значит? Форма проявления интересов. Форма проявления интересов означает, что вот, например, вы хотите помогать людям. Ну, допустим, допустим, будет такой пример, да? Вы хотите помогать людям. И вы делаете это через что? Ну, например, через юридическую работу. Допустим. Допустим, вы делаете это через юридическую работу. Хорошая вещь, хорошая форма, но насколько она эффективна? Вот, предположим, что в юридической работе у вас возникли большие сложности, вы чувствуете эмоциональное выгорание, вы чувствуете там, скажем, какие-то еще проблемы, именно проблемы, да? Проблемы, связанные там, ну, с особенностью восприятия, с особенностью того, что вы делаете и так далее. То есть проблем, в принципе, может быть довольно много. И вот здесь есть принципиальная, я бы даже сказал, концептуальная разница. Ваш мужчина в силу, вот, в силу устройства своей психики, в силу своего отношения к жизни, к делу, да, он будет продолжать заниматься вот тем, чем он занимается, он будет продолжать это делать, он будет учиться, стараться, он будет как-то терпеть, преодолевать и так далее. Вы же, думаю, свою деятельность просто-напросто смените ее. И это будет, как бы сказать, более правильным решением. Это будет более верным решением сменить вашу деятельность так, чтобы вы могли осуществлять то, что вы хотите, да, но при этом с меньшими для вас, ну, скажем так, потерями. И именно так, в принципе, и проявляется интерес. Именно так проявляется интерес. В интересе есть и смысл, и есть контекст, и есть форма. Так вот, а контекст – это то, как он выражается, в чем он выражается, а общий смысл – это общее направление, общая шель. И понятно, что если в моем примере люди хотят быть помощниками другим, то они, конечно, выбирают то под помощи, где они, ну, обладают наибольшими знаниями, и они обладают наибольшими возможностями и средствами для того, чтобы людям помогать. Но если эта цель не оправдывает себя, именно эта форма не дает эффекта, то человек тогда, конечно же, оградывается перед выбором. или продолжает делать что-то в этом направлении, или менять его. И вот в контексте вашего мужа, ведь, понимаете, мужчина, он судит о людях, и вообще, человек судит о других по себе. Так, в принципе, было всегда, и вряд ли будет как-то иначе. Потому что, ну, знаете, для того, чтобы судить людей не по себе, нужно достаточно, ну, достаточно серьезное, абстрактное мышление, а это есть, к сожалению, далеко не у каждого человека. Так вот, мужчина, он судит по себе. И основная проблема, одна из проблем заключается в том, что он, по всей видимости, считает, что вот, если вы там чем-то занимаетесь, если вы там что-то делаете, то вы в это вцепились, и от этого уже не отцепились. То есть, вы прям вот будете до конца идти так же, как до конца идет он. Но при этом мы сделали очень показательную вещь. Какую? Предсказали ему, ну, вот так и так, знаешь, мне не нравится, что документы мои не рассмотрены с тобой еще, а время идиотик, и я понимаю, что у меня, наверное, ничего не получится, поэтому я буду что-то менять. И мужчина тут же понимает, что, с одной стороны, вы вроде бы как своим действием, ну, еще раз повторю, вроде бы как своим действием вы пытались его подвинуть, вы пытались как-то его ушибить, опять-таки, по его мнению, по мнению мужчины. Не по вашему мнению, это очень важно понимать, по его мнению. Вы пытались его как улучшить иметь. Он увидел, что вам это не очень-то важно, вы этим не так сильно вообще дорожите. и тут же, пожалуй, по пятну. Почему? Почему? Потому что, во-первых, он понял, что вы готовы это бросить, значит, для него это не опасно, вы в случае чего готовы от этого отказаться. И мужчине это легче воспринимать, потому что суть мужской борьбы это в том, чтобы не отпускать до конца то, что принадлежит ему. А у женщин все не так. Женщина, не владея так сильно смыслом, контекстом, потому что кто и есть контекст? В контексте есть в проявлении формальной логики, аристотельской логики, мужской логики. И, естественно, в контексте в большей степени сильны мужчины, чем женщины. Я надеюсь, что это вас не обидит и не заденет. Почему? Потому что, безусловно, есть женщины, которые мыслят куда более логично, чем мужчины. И примеров тому масса. Есть и такие женщины, вот вы, например, яркий пример, кто умеет и доходы считать, и расходы считать, и все. Это понятно. Но мы говорим с вами, скорее, о более глубинном уровне. На что мужчины обращают внимание, где у него, ну, как бы сказать, нижний предел. А нижний предел у него именно тот, что касается формы и контекста. Об этом, наверное, я еще скажу по ходу своей записи. А пока, ну, то есть, еще будут, я думаю, примеры этого. А пока вот так. И как только вы покажите мужчину, что вы не держитесь за ту деятельность, которой вы занимаетесь. Что вы готовы, там, от нее сказаться, что вы не готовы ради нее, я не знаю, там, рвать свои жилы и так далее. Мужины тут же понимают, что вы ему не соперник. И дает вам то, что вы хотите. Хитрость, скажите вы. Да, хитрость. Но без этой хитрости не получится, знаете, не получится реализовывать ваше желание. Поскольку вы правильно сказали, что ваше женское счастье, оно еще и в том, чтобы вот заниматься какой-то деятельностью. И пусть вы здесь слишком сильно обобщаетесь. Ведь женское счастье, это счастье все-таки именно женское. То есть, женское счастье, это счастье с мужчиной. Но если вы понимаете это так, на здоровье. Не нужно как-то перелячивать свое мысление в данном случае. Если решили так, пусть будет так. Тем не менее, нужны определенные хитрости. Вы и ваш муж, это мужчина и женщина. И у мужчины есть свои сильные стороны. В данном случае у мужчины сильные стороны такие, что он взял свое направление, он в нем работает, он от него не отказывается, он будет стараться в нем развиваться и так далее. И с одной стороны, это плохо. Тем, что он меньше внимания уделяет чему-то другому. Но с другой стороны, это хорошо. Потому что вы сможете не очень сильно жертву за своими интересами проявлять их как-то по-другому. То есть, надеюсь, я этот момент, касающийся ваших интересов в Муде, значит, раскрыл достаточно точно. Дальше вы пишете про его достоинства, про его плюсы. Действительно очень много плюсов. Действительно очень много. Позже вы пишете про Дениса, что он не оставил ничего своим детям. И явно здесь прослеживается такая, знаете, дискредитация Дениса. То есть, если раньше вы писали про него более восторженно, то сейчас вы явно находитесь под влиянием настоящего. Денис все-таки это в большинстве уже прошлое, по крайней мере, до тех пор, пока он не вышел. И для вас это, безусловно, имеет значение. Значение имеет еще и то. Прошу прощения, но температура достаточно большая. И горка в горле все-таки стихает. Поэтому извините, пожалуйста, если я буду кашлять. Ну, ради Бога, простите. Вот, значит, для вас очень важно и то, как Денис относится к своим родным. Вы понимаете, что на месте родных вполне могли быть вы. И вот так же остаться без этого. Если Денис еще раз попадется, так там, где один, там вполне может быть и два. Хотя на ошибках видео учатся, но тем не менее. Далее вы пишите, что отдается первенство мужа, было бы неплохо, если бы вы ему это показали. То есть, знаете, неплохо было бы завести разговор с Денисом, о Денисе, прошу прощения о Денисе. И сравнить его и мужа, и ему же отдать пальму первенства более, ну так сказать, более явно. Поверьте мне, мужчине это будет приятно. Возможно, это, да, сблизит вас. А если для него до сих пор Денис стоит, ну или лучше сказать, являясь яблоком раздоров, то это бы решило часть ваших личных проблем. Возможно, муж Игорь был бы к вам более близок, возможно, он в большей степени доверял бы вам. Но, тем не менее, это решать вам, это просто рекомендация. Если вы сейчас отдаете первенство мужа, то было бы неплохо, если бы вы ему об этом сказали. Следующий важный момент, о котором мне хочется сказать, когда вы перечисляете все достоинства мужа, я могу сказать только то, что... Ну, я действительно уважаю этого человека, потому что, ну, как бы, у меня был только один знакомый мужчина такой, который вот... Ну, можно сказать, почему не кроме карбитов, конечно. Это мой дед, и он, сколько его сейчас нет, но он достаточно большое уважение вызывал, поэтому я думаю, что ваш муж действительно достойный человек. Но, как и любой достойный человек, любой сильный мужчина, у него есть и свои, собственно, недостатки. И о них, конечно, тоже придется сказать. Дальше. Вы пишите, что не можете циклиться только на хозяйстве. Вы умеете шить, но у вас есть посудомойка и, собственно, деда можно купить. И это совершенно правильно быть мышцомышлением в вашем случае, потому что, если вы чувствуете, что вас способны на большее, то и вам нужно туда же идти. Глупо было бы расстраивать ваш труд, глупо было бы расстраивать ваш ресурс на то, что можно получить довольно легко. Так что здесь вы говорите и пишите все правильно. Следующий важный момент – это грубость, идеологические особенности, непунктуальность. Это как его недостатки. Очень здорово, что вы написали грубость, идеологические особенности и непунктуальность. Значит, про грубость хочется сказать, наверное, так. Что грубость – это, скорее, стиль общения. Вот вы знаете, я вам так мой пример приведу. Этот пример, он несколько необычен, на мой взгляд. У нас есть на сайте один эксперт, он занимает второе место в рейтинге психологов на сайте. И, знаете, вот его ответы, они действительно грубые. Ну, по своему содержанию, они грубые, а в привычке вообще напоминают немного стиль речи военных. Но, судя по профилю, этот человек достаточно профессиональный. И это один из немногих экспертов, которым мне интересно читать. Действительно, вот на сайте иногда бывает, прочитываешь ответы других людей, и вот он единственный, кому мне интересно читать. В те редкие случаи, когда он пишет более-менее развернуто. Хотя, у него есть тоже свои моменты, которые спорные, но тем не менее. И что здесь имеет место быть? Грубость, да грубость, хамство может быть. Но, при этом, каков смысл? Вот, грубость является грубостью в своем прямом смысле на течение лишь тогда, когда, простите, у грубости есть только одна цель. Ну, еще одна грубость. Когда есть только эта цель, можно говорить о том, что грубость действительно является грубостью. Человек, который грубит ради грубости, вот именно он и является бы настоящим грубым человеком. Дальше. Человек, который пытается, человек, который пытается своей грубости что-либо сказать, то есть там, где за грубостью что-то стоит. Вот этот человек, не груб, такая форма его выражения эмоций, выражения его чувств и переживаний. По-другому он, ну, не может, не может выражать свои чувства, свои желания. И здесь просто с этим нужно не то, чтобы даже мириться. Понимаете, мириться, это когда человек от безысходности принимает какие-то моменты, да, на которые он не может повлиять. А здесь нужно понять, что за грубостью что-то скрывается и грубостью форма. И как мы не обращаем внимание на некоторые формы, да, чтобы увидеть смысл, так и здесь. Я приведу вам такой пример. Вот мы с вами не общались, мы с вами не общались в то время, когда я писал тексты. И у меня тогда были достаточно большие сообщения по объему, из-за чего я, собственно, перешел на текст, потому что понял, что буквы не очень хорошо раскрывают смысл того, что я хочу сказать. И как вы, наверное, заметили, я пишу без знак припинания и без заглавных букв. Так вот, есть люди, которые на это обращают внимание. Которые, может быть, именно за это мне бы оставили те дизлайты, которые у меня есть. И я про это слышал еще и какое-то время назад. То есть вот, начиная, что-то писала, там у меня в профиле есть, ну, указано, что я работал там в благословительном фонде. Ну, я общался с людьми и я общался с людьми писать методы. Я общался с ними так, то есть я писал точно так. И, действительно, некоторые люди на полном серьезе говорили мне о том, что вот меня невозможно читать из-за того, что ничего не понятно. Вы знаете, вначале было обидно. Да что скрывать. Сейчас, когда говорят такие вещи, тоже обидно. Но, вы понимаете, что человек, который обращает внимание на это, то есть на форму, а не на содержание, не пытается вникнуть в смысл. Ну, это по всем законам, это человек, который, в общем-то, является клиентом психоаналитика. И да, здесь может быть, конечно, попытка, здесь желание, возможно, как-то человека принизить. Но, лично я считаю, что те, кто стремится обрабатывать внимание на форму, вряд ли добиться чего-либо хорошего в жизни. И, поэтому, вам на грубость внимание обращать не все. Вы смотрите, что за ней состоит. Вы воспринимаете ее, как средство. Как только вы будете воспринимать грубость, не как самосель, не как форма, как средство, то есть с помощью нее человек вам хочет что-то сказать. Но, вот тогда, вы пристанете вообще воспринимать эту грубость. Ну, а муж такой, вот как муж нет. Он так выражает своей мыслью все. Вы его понимаете? Это главное. А вежливость, она, знаете, иногда зависимости, ничего нет. То есть, вот бывает вежливый человек, да, а там, дальше, он пустичка. То есть, важно, еще раз повторю, понимать, что все стоит за грубостью. Дальше. Что касается физиологических особенностей, то да, это, конечно, большая проблема, особенно если учесть, что у мужчины они прямо-прямо-прямо, скажем, ощутимы для вас. Но, вы знаете, физиологические особенности, они напротив физиологические особенностей, если это чисто внешние, опять-таки, телесные проявления. И, вы знаете, если кому-то хочет, чтобы его, чтобы мужчина был там идеальным, чтобы мужчина был красивым, то, я думаю, что, вряд ли с таким человеком можно жить. Потому что, обычно, красивые люди, действительно красивые, это оболочка. Вот, просто оболочка. И на то много причин есть. Вот, вы говорили, что вы очень красивая женщина. Не сомневаюсь. Не сомневаюсь в этом. Я хочу сказать, что вы исключение. Но, обычно, или даже лучше сказать часто, люди, у которых есть физические данные, хорошие физические данные, они настолько привыкли к тому, что им все дороги, все двери открываются легко, что они просто, им не за чем воспитывать свои другие качества. Это важный момент. Очень важный момент. Следующее, пожалуй, о чем можно сказать, это непунктуальность. Непунктуальность, это проктистинация. Вот, прямо забывают слово. Когда человек отказывается на потом, на потом, на потом, а в итоге оказывается на правдовость. Пожалуй, это проблема воли, проблема волевой регуляции человека. И с этим просто нужно работать. Либо, вы знаете, либо, ну, вот знаете как, опять-таки в пример из личного опыта, есть один человек, который все время обещает, вот, вот, скажем, встретиться, скажем, ну, пусть будет там два часа дня. Мы встречаемся. Я знаю точно, что его не точно два часа не будет. Его и в три часа, скорее всего, точно не будет. И поэтому, уже автоматически, от этого времени, да, или к этому времени, прибавляется еще минимум час. Вот, по проходению часа, можно будет, да, где-то в этом районе, мы с ним увидимся. И вот так обычно это и бывает, что три, три, да, три, ну, 15 минут, четвертого, вот так. И когда человек говорит, ну, я просто сразу добавляю три, то есть сразу добавляю еще один четвертый. И вам так же нужно сделать. Проведите, если потребуется, у вас, вы, суть по всему, очень хорошо работаете с цифрами, попробуйте просто рассчитать, сколько времени, на сколько времени человек, когда его опаздывает. И просто добавляете это время к тому, на какое время он обещает нам что-то. И вы увидите, как ситуация существенно изменится, вы просто перестанете воспринимать его поведение как непунктуальное. Ну, а если он другими не ведет себя так же, вот тогда да, два большая проблемы. Потому что это уже нужно работать с волевой регуляцией, по-другому, пожалуй, никак. Так, дальше, следующий момент, о котором вы, о котором, ну, который я выделил, выделил, выделил. Значит, сочетать с цифрами с третьим направлением. Вы здесь говорите, значит, что вам понравился мой вариант, вам понравилось, что, вот, вы, ну, собственно, будете использовать свою адаптерию, подстраиваемость, подстраиваемость, слово какое, да, гибкость в общении и так далее, и так далее. Далее, вы благодарите за то, что я понравился с вами, и спрашивайте, а что бы я вам мог посоветовать еще? На самом деле, я мог бы вам посоветовать только одно данное. В данном случае, я мог бы вам посоветовать только то, что попробуйте свои сильные качества, вот, свои настоящие сильные качества, которые у вас есть. Вы знаете, какие это качества. Об одних из этих качеств мы говорили, да? Попробуйте их просто-напросто проявлять в том, что мы делаем. Что значит «жемственность»? Жемственность – это значит сострадание. Жемственность – это значит понимание, душевность, тепло, сочинствие. Может быть, иногда жалость, хотя жалость – это разрушительство. То есть, все те качества, которые есть у вас, их нужно проявлять в вашем профессиональном деятельности. Вот, например, опять-таки приведу вам пример из профессиональной практики, которую я, например, имел счастье наблюдать. У нас есть эксперт, который является женщиной, ну, объективно, пожилой женщиной. Там, как бы, на фотографии все видно, я в никаком случае не объединяю этого человека. Вот, и она отвечает на вопросы, на психологические вопросы. Знаете как? Очень душевно, очень проникновенно, тепло, с пониманием. Даже у меня, человека, читающего то, что она пишет, не мне, повышается настроение немного. Вот, насколько человек умеет зарядить свой текст, даже текст, ни слова, ни речи, даже текст, какой-то вот такой энергией, такой позитивный, понимающий, всепрощающий и так далее. Что это? А ведь психология – это наука. Психология – это достаточно сложная наука, для которой, что уж там говорить, нужно для поступления на этот вуз, в этот, ну, на этот факультет, нужно сдавать математику. То есть это довольно точная наука, особенно в том, что касается психологии познания. Там также есть законы, например, там, ну, не буду подробностей уходить, но тем не менее, есть законы, которые очень сходят математически. Вот. И, казалось бы, в психологию не могут изучать люди, которые мыслят так. Оказывается, могут. И с этим связано и то, что подавляющее большинство женщин именно психологи. Вот, сразу сравнить, сколько мужчин психологов, сколько женщин, и женщин гораздо больше. Почему? Потому что женские качества наиболее, так сказать, подходят, наиболее подходят, подходят к нам, чтобы заниматься психологией. Но, благодаря людям, психологическую помощь. Это значит, что такие чувства, как мягкость, сопровождение, понимание, там, сопереживание и так далее, больше присущи женщинам. А что же делать с мужчинами? А мужчины у нас вот такие вот, как тот человек, о котором я рассказывал, немного грубоватые. Есть, конечно, другие и другие люди. Но, к сожалению, есть проблема. Проблема, которая мне видится неважным взглядом. Я надеюсь, что то, что я сейчас говорю, вы ни в коем случае не оцениваете, как пустую поставню. Я надеюсь, что вы понимаете, что есть аллегория, то есть определенный перенос, да, на ваш вопрос, то, о чем я говорю. Надеюсь, мысли вы улавливаете. Так вот. Мужчины, которые занимаются психологией, мужчины, которые пытаются вот разбирать проблемы, очень часто выглядят, ну, мягко говоря, неестественно в том, что они делают. неестественно в своей профессии. Ну вот, например, у нас, точнее у меня есть такой, знаете, такой пример, когда на лекциях, значит, по психологии, по психологии сидит мужчина в костиной куртке, такой брутальный, напоминающий, ну, рок-музыканта, и он записывает что-то там о душе, о психике, о тонких материях. Ну, правда. Выглядит это немножко комично. И очень часто я слышал такие фразы о том, что вот мужчина-психолог, там, может, там, избить свою жену, да, там, и так далее. И вообще ведется меня как-то, ну, не по мышке, не по классической модели поведения мужчин. То есть психология в меньшей степени подходит мужчинам и в большей степени женщинам. Женщинам проще адаптироваться к психологии. И женщины в подавляющей большинстве свою обладают теми качествами, которые нужны в психологии. Просто больше, вот статистически больше. И поэтому, если говорить о том, что вам советуют, то, знаете, я бы возражался от советов. Я надеюсь, что вы помните, о чем я говорил. Я не даю совет. Я стараюсь вам раскрывать какие-то ситуации, и вы с нами из этих ситуаций делаете выводы. Так вот, ваши черты характера, ваша женственность, ваша адаптированность, ваша мягкость, ваши внутриснеестественные, которые есть, несмотря на то, что вы внешне мягкие. Все это вам нужно проявлять в своей работе. То есть, главное направление в том, что вы делаете в деятельности, не, знаете как, не деформировать то, что у вас есть. Чтобы оно не деформировалось, не видоизменялось, не, знаете, чтобы одни качества не становились другими. Например, у вас есть склонность, склонность, допустим, к мягкости. А адаптированность в свое время требует жесткости. Время требует жесткости, 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 жесткости. Вот, например, когда вы говорили про своего мужа, да, мы об этом еще поговорим. Когда вы рассказывали, что он, значит, ну, не желал принимать какие-то движения, вам приходилось принимать их самостоятельно. Но это же жесткость, правильно? Правильно. И вы вели себя жестко. И это значит, что ваши женственные качества в данном случае деформированы. Почему? Потому что вы оказывались в той ситуации, в которой вы, оказывается, в принципе, не должны быть. Но, тем не менее, вы там были, в этой ситуации. Вот это большая проблема. То есть, я надеюсь, эта мысль вам ясна. Для того, чтобы сохранить женственность, не нужно отказываться от деятельности, потому что вы будете чувствовать себя нереализованным. Но нужно свои качества, которые у вас есть, грамотно вписать в то, что вы будете делать. И тогда у вас, я думаю, все будет более чем хорошо. Дальше. Ага. Значит, вы пишите, когда дела пойдут хорошо, значит, Игорь с радостью включится в то, что вы делаете. Здесь пошла, на мой взгляд, довольно сложная тема, которая очень неоднозначна. Дело в том, что, что значит Игорь с радостью включится, когда дела пойдут хорошо. Вот, знаете, когда я читал это, мне стало немножко грустно, потому что, знаете, говорить вам какие-то слова, тем более сейчас, мне кажется, довольно тяжело, но тем не менее. Человек вообще-то давал вам клятву, ну, когда брал вас в жены, он давал вам клятву разделять с вами все радости и все горести, все печали и все счастливые моменты. А что здесь получается? Получается, что Игорь включится только тогда, когда у вас все пойдет хорошо. Ну хорошо, давайте представим, что действительно все идет здорово и Игорь включается. Вы ему будете доверять в таком случае? А будете ли вы считать его полноправным своим партнером? А, как бы, не будете ли вы считать, что Игорь пришел и у нас все готово? Вот, лично мне кажется, что такие мысли у вас будут, особенно если Игорь начинает что-то свое диктовать, диктовать. И вряд ли это принесет вам шерсть? Нет, конечно, если вы готовы, знаете, в силу своей широты души, готовы Игорю предоставить все, что вы наработаете сами, и просто скажете, вот, я тут все подготовил, а ты приходи и действуй. Если вы готовы, так, если вам настолько, ну, если вы настолько можете отпустить эту ситуацию, если... Ну помните, мы говорили, что вот, лично может отказаться от своей деятельности, там, в начале, да, что я об этом говорил. Если у вас так, ну, тогда, конечно, если вы сделаете это за Игоря, чтобы Игорь включился, чтобы Игорь как-то занимался другой деятельностью, то есть, если вам не висит альтруизм, тогда, да, тогда, возможно, это и принесет пользу. А в основном случае, если вы будете, как бы, родить на свое дело, если вы будете на него переживать, то вам будет неприятно в любую очередь. Кто бы ни был, не важно, Игорь, кто-либо еще, пришел к вам на все готовый, на все, наводить в свои порядки, да еще и ссориться с вами по какой-то причине, спорить, еще и портить что-то, что-то, то есть, что вы своим трудом делали. Игорь, нужно ли вам это? Спросите себе. А я за вас, на этот вопрос, но сейчас не буду, достаточно личный, чтобы вы сами себя на него ответили. Если тут альтруизм, если тут все равно кто-то личный, и в зависимости от того, чего больше, вот к тому и готов. Я могу представить, что вы действительно с радостью отдадите Игорю то, что вы на работе сами, когда дела пойдут хорошо. Я могу представить, что вы примете Игоря, я могу представить, что вы, типа, зовете всех, скажете, что нет, я не хочу еще и это с тобой вести вместе. Я хочу, чтобы у меня было, опять, что-то свое, во-вторых, чтобы мы с тобой не, например, конфликтовали по каким-либо вопросам опять. То есть, по сути, что получается. На данный момент вам сейчас не хватает времени для того, чтобы поговорить. Вот вы говорили, вот вы сказали, что будете продумывать досуг. Дальше. Дальше. Значит. Далее вы пишете про третье, четвертое направление. И вот ключевая фраза, которая, ну, которую я бы хотел разобрать. Моя основная задача замотивировать своего мужчину, чтобы через это сначала он стал успешным, а через него и я. Вы знаете, здесь я тоже должен вам сказать, что вы, ну, не то чтобы не правы. Мне кажется, что вам это просто-напросто не подходит. Вот, действительно, такой расклад. Женщинность – это мягкость. Женщинность – это понимание. Женщинность – это сопереживание и так далее. И, действительно, быть настоящей женщиной непросто. Но быть женщиной – это не значит делать всего только честь своего мужчину. Настоящая женщина – она какая? Настоящая женщина – она самобытная. Она представляет собой обособленную экосистему, ну, то есть самодостаточный человек. И поэтому у настоящей женщины есть и свое дело, и свой успех, личный успех. Не через мужа, а личный успех. А через него – это не ваш успех. Вы, если хотите замотивировать своего мужчину на то, чтобы он сделал что-то, что изначально ему не нравится, что изначально нравится вам, а через него, чтобы стали успешным вы, это, я бы сказал, очень грубая форма классического понимания женского поведения, когда, как говорится, мудрая женщина направляет своего мужчину в те русла, которые нравятся и которые нужны ей, при этом мужчина даже не подозревает. Понимаете, в данной ситуации я бы сказал, что это несправедливо по отношению к мужчине, во-первых. Во-вторых, в данном случае вы явно используете его как средство. В-третьих, вы пытаетесь замотивировать человека на то, что ему, в принципе, может быть и не нравится. Да, вы можете его замотивировать, вы можете сделать его успешным, но неприятнее ли вам будет, если он будет самым успешным, чем кто-то. Хоть сам к чему-то придет. Или вы увидите, что он чего-то хочет, поможет ему добиться этого, но, тем не менее, помогли вы, но он стал успешным. А так получается, что не вы стали успешным, а он, а вы, как родители, через своего ребенка реализовали то, что хотели. Ну, это, мягко говоря, не подходящее для вас, по моему мнению, совершенно. Вы не потеряете свою женщину, если будете становиться успешной в том, что вам интересно, что вам нравится, и где вы могли бы проявлять свои женские черты характера. Но, мужчины доставлять делать то, или как-то не доставлять, а, как вы говорите, мотивировать, это не совсем правильно. То есть, давайте еще раз немножечко резюмируем. Мужчины – это мужчины, со своими качествами, со своими стремлениями, с целями и идеалами. А вы – это вы. И вы где-то пересекаетесь, вы вместе работаете, у вас есть общее хозяйство, общий дом, все это у вас общее, но есть же что-то еще и свое. И вот ваше – это третье направление. Вы говорите, одна, вы это не потянете. И, конечно, наш путь будет только третьим направлением. Дайте себе дождь, что вы потянете и занимаетесь этим. И все. Когда вы почувствуете, что вы в этом достаточно понатарели, и вы можете заняться еще чем-то, занимаетесь еще чем-то. Но, опять же, с учетом того, чтобы ваши черты характера в этом проявлялись. И все. Но, если вы будете через своего мужчины что-то делать, от этого будет не раз, не ваш муж, потому что он будет чувствовать, что, ну да, он занимается, вроде успешен, но он всегда может вам сказать, что это ты меня на это натравил, натравил это тебе было нужно и, в общем-то, это все твоя жизнь. Зачем вам это? Зачем вам прикладывание ответственности друг с другом? Хорошего этого ничего не принесет. Поэтому каждому из вас лучше во избежание, опять-таки, конфликта интересов заниматься чем-то своим. Почему? Потому что представление об успешности у мужчины одно, а у вас другое. И если будет мужчина чувствовать себя успешным, это еще не факт, что вы будете чувствовать себя точно успешным. Потому что просто для него успешность для вас, может быть, и не является таковой. Ведь претензии, планки у вас разные. И может случиться так, что это будет очередная среда плодородная для конфликтов. Зачем вам это нужно, я слабо представляю. Поэтому не думайте о хорошей идее Ирины. Остановитесь в успешность сам. Проявляйте свои цветы характера естественно в деле, которым вы занимаетесь. А мужу, позволяйте быть успешным там, где хочется ему. Но если видите, что ему нужна помощь, помогите. И все. Успешность у каждого самодостаточного человека своя. Не пытайтесь это наносить друг на друга. Хорошего из этого ничего не получится. Получилось бы, если бы мужчина следовал за нами. Если бы вы были откровенно сильнее своего мужчины, и вы бы его направляли и подчиняли. Но вы так уже делали, вы так больше не хотите и не хотите. А сейчас получается, что вы пытаетесь делать то, что делали раньше, только немножечко другим путем. Но вы знаете, смысл-то от формы не меняется. Так что лучше менять смысл. Поменяйте смысл, а не форму. Это важный момент. Дальше. Мужчина говорит, что вы должны напоминать ему. Почему я выделил этот момент? Я его выделил потому, на самом деле, что, когда человек просит напоминать ему о каком-либо деле, это всегда очень жидкая почва, это всегда очень хрупкий лед, на который вы встаете. То есть, когда вы напоминаете мужчине что-то, вы, с одной стороны, показываете ему, что, вот, дескать, ты сам не запомнил то, что должен был, а я тебе напоминаю. В зависимости от того, насколько человек гордый, насколько человек, там, ну, амбициозный, ему это будет неприятно. Это, может быть, и может стать причиной скандала. Но, с другой стороны, если вы раньше ему не напоминали, а вы говорили, что вы повторяли, я правда не знаю, как именно вы повторяли ему то, что он должен был сделать. Но, тем не менее, то, что он говорит, что вы должны напоминать ему, это хорошо. Но давайте себе отсчет в том, что форма и контекст, в котором он это говорит, может существенно различаться в интерпретации. Я пояснил, я пояснил, я пояснил, пояснил. Мужчина попросил вас напоминать ему что-либо в порыве. То есть, это действительно, вот он испугался, сказал, что завтра все сделает, эм, и сказал вам, что вы ему напоминали, он испугался. Чего он испугался, эм, можно только гадать. Это он, это у нас мужчина. Мне бы не хотелось делать предположения относительно того, чего он может бояться. Вот вы говорите, что его страх означает, что он все-таки хочет, хочет там чего-то. А я думаю, что вы можете не хотеть этого, а просто не хочет, чтобы вы в чем-то себе ущемляли, эм, побоявшись, например, того, что вы опискаете, что он вам не дает расти, опять, эээ, лучше отрасли кислорода, и опять начинаете угрожать ему периодом. Ну, допустим, вот то, собственно, с чего у нас все с вами и началось. То есть, то есть, эээ, вам очевидно, почему он испугался, испугался, мне нет. Вы делаете выводы, ну, вы его лучше знаете, я таких выводов делать не буду. Потому что, мне кажется, что причин для страха может быть всегда несколько. Я понимаю, что вы делаете тот вывод, который вам бы хотел. Потому что вы человек, вы заинтересованный человек, и вам это действительно важно. Это я понимаю. Но, тем не менее, не стал бы я говорить однозначно, что он именно хочет. А если хочет, то чего? И понимает ли он сам, чего он хочет? Так что, здесь не все так просто. Так вот, он испугался и попросил вас напоминать ему. Можно понять, что его страх пройдет, и он уже не будет считать, что вы должны ему что-то напоминать. И когда вы напомните, вы можете встретиться над реакцией достаточно негативной. Типа, что ты мне напоминаешь, там, я и так все помню, что ты мне указываешь, и так далее. Тем более, с учетом того, что он загордился, как вы говорите. И здесь важен именно тот самый подход, о котором я вам говорил, женский подход. Запомните ему мягко, и показ, что вот ты там обещал мне сделать что-то. Или, дорогой, я понимаю, у тебя много дел, я понимаю, ты скрутился, но пожалуйста, вот выбери окошко для того, чтобы решить это дело. То есть, для мужчины, как для формальной, для обетоформальной логики, важно, как вы формально представите свое противо, свое пожелание. Видите, в формальной логике есть как свои минусы, так и свои плюсы. И иногда она очень полезна, формальная логика, иногда она, к сожалению, очень-очень сильно вредит. В данном случае она вредит. От того, какую форму напоминания вы выберете, зависит во многом. Сделает ли мужчина то, что вы хотите от него или нет. Далее речь идет про дела, значит, про то, что Игорь проигрывал дела, не имея достаточно опыта, не имея достаточно знаний и так далее. И вы знаете, здесь у вас вроде как нет вопросов, кроме только одного, что у Игоря появилась неуверенность в себе. Боился страх, страх, страх проиграть, а страх, значит, потому что он не хочет общаться с людьми, нужными людьми. И у вас этот вопрос вызывает сильно, потому что он блокирует доход, как мы говорим. Ну что ж, да, здесь действительно страх, здесь комплекс. И я бы вам соврал, если бы сказал, что вот так через вас в данный момент можно решить. Нельзя. Вашему мужику нужно самому обращаться к психологу, может быть, даже к психотерапевту, чтобы решить эту проблему, решить проблему страха. Но могу представить, что вы пишите это сами, значит, от мужа вы не сделаете такой инициативы, и это нормально. И давайте тогда подумаем так. Обычно я предлагаю работать со страхом через два подхода. Первый подход, он называется, ну, нет, называется название, я просто называю его условно мотивирующим, подход мотивационный, В котором собираю воедино, или говоря по-другому, аккумулирую все полезные качества, все полезные свойства, все принципы того, что будет, если Игорь сделает то, что нужно. То есть, то есть, встретиться там и так далее, и так далее. Человек, особенно мужчина, человеку, точнее, нужно представлять более конкретно и менее абстрактно то, что реально он получит за счет, ну, за счет проведения этой встречи. Может быть, его нужно лучше вам расписать, что вы получите, какие у вас будут доходы, там, средства, там, не знаю, возможности и так далее. Все это нужно правильно сформулировать, чтобы у человека появился стимул, чтобы у человека появился мотив, чтобы он захотел этого. Дальше. Следующий подход. Следующее направление. Оно называется ситуативное. Значит, здесь момент заключается вот в чем. Ну, во-первых, во-первых, так. Человек боится, значит, он боится, но раз есть страх, значит, нет четкого понимания того, чего мы боимся. Потому что мы боимся неизвестности, а что-то известное мы не боимся, мы просто уйдем с ним жить. Значит, ваш мужчина, скорее всего, не отдает себе отчет в том, чего именно он боится. А раз так, то это с ним надо разбирать. Разбирать как? Выявлять признаки, признаки тех обстоятельств, которые вызывают у него данный страх. Ибо в реалии, в реальности, страх обусловлен чем? Неправильной идентификацией признаков внешних обстоятельств. Ну, вот, например, например, человек, допустим, боится того, что его, ну, скажем, для нашего примера, человек боится того, что его изобьют. Почему? Потому что однажды ему лучше избить, и он не хочет, чтобы это повторялось. Ну, что сказать? Желание достаточно, ну, вполне обоснованно такого желания. Действительно, знаете, никому не хочется, чтобы его избили. Желание правильное. Но давайте подумаем вот о чем. Могут ли избить человек, любовь, на улице? Могут. Можем ли мы умереть? Можем. То есть, с нами могут произойти вещи, которые будут неприятны. И мы можем либо их бояться, и тем самым наше поведение будет создавать благоприятные условия для наступления этих негативных обстоятельств. А можем не бояться, и тогда эти обстоятельства происходят, произойдут с нами, лишь в том случае, если, простите, они будут неизбежны. Неизбежность – это не зависит от нас. А неизбежность от нас не зависит. Мы с неизбежностью ничего сделать не можем. Мы можем только, когда есть неизбежность. Снизить уровень ее негативного влияния на нас. И не более того. Значит, исходя из этого, давайте немножко продолжим нашу мысль и скажем так. И два элемента в этом подходе. Два элемента. Первый элемент. То, что наше поведение нужно строить так, чтобы обстоятельства, которых мы не хотим. А для начала их нужно выявить, еще эти обстоятельства. То есть, собрать просто вот весь массив тех жизненных ситуаций, которые с нами происходят, или которые у нас вызывают страх. Собрать весь этот массив и выделить общий признак у этих массивов. Потому что пока человек боится, общего признака нет. И что, что воспринимается в комплексе? То есть, давайте подумаем. Давайте я приведу пример, чтобы было понятнее. Что значит в комплексе? Комплекс очень такой. Замыленное слово. Заяшенное слово. Вот, например. Для моего случая. Для случая, значит, избиения человека мы возьмем темную ночь, да, там, скажем, дождь и пустынный парк. Вот человек идет по такому, и он уже понимает, ага, темно, пустынно, все, меня сейчас изобьют. И что происходит? Происходит то, что его еще никто не избивает, на него еще никто не нападает, даже людей никого нет, ведь это пустынно. Жек уже боится. Он боится. Почему? Потому что он берет признаки. Какие признаки? Не ключевые, не главные, не основные, ложные признаки. По сути дела, человек мыслит, как ребенок. Ребенок, не имея понятия, не имея понятийного мышления, воспринимает свою ситуацию в комплексе и делает ошибки. Эти опыты, кстати говоря, опыты на образования понятий, на формирование понятий, проводили еще в 30-х годах учеными, нашими учеными, но на основании зарубежного ученого. так вот, является ли это истинным признаком? Нет. Почему? Потому что достаточно ввести одну переменную, то есть достаточно ввести новый признак, чтобы вся эта картина быстренько сменилась на другую. пустынный парк, допустим, парк, темная ночь, человек один, он боится. А представьте себе, что то же самое, но уже человек не один, а в компании трех друзей, то есть их уже четверо. естественно, страха не будет. Значит, это не ключевые признаки. А какие же ключевые? Ну, понятно, что ключевые признаки это наличие субъекта негативных последствий для человека. Группа людей, обязательно выглядящих угрожающих, угрожающих, агрессивных и так далее. Вот только при появлении этих людей человек начинает испытывать страх. И здесь нужно сказать так, что это уже та стадия, когда обстоятельства неизбежны. И в этом случае можно только минимализировать негативные последствия. Как? учиться самообороны, вести себя уверенно, потому что многие люди, занимающиеся такими вот делами, они нападают только на тех, кто боится. Если не боятся, они не будут нападать. Потому что, кто не боится, окажет сопротивление. сопротивление это шум. Шум привлекает других людей. А такие люди не любят шум. Это нужно понимать. Дальше. Следующий момент. Появление людей еще не означает, что они обязательно нападут. Может быть, это просто группа, которая гуляет. Но они не научат, что они такая-то одета. Нет. То есть, мы уже используем гештарк. Гештарк-подход к страху. О нем я буквально через пару минут скажу. То есть, понимаешь. Понимаешь, как это работает. В принципе, я надеюсь, ясно. И другое направление это постановка человека в условии, когда ему в ситуации в принципе страхогенной. То есть, когда человек в это скот, а человек обычно боится. Ему не страшно. То есть, есть какой-то тип ситуации, в которой человек может бояться, но который у него страха не вызывает. В эту ситуацию человека нужно поставить, то есть, надо такую свою роду подушку безопасности. Подушку безопасности, которая бы лишала человека от негативных переживаний. Какая это подушка безопасности? Что она из себя представляет? В каждой ситуации она своя. Я вам приведу такой пример. Ребенок боится клоунов. Ну, вот, если ему клоунов показать, то ребенка начинается истерика. Ребенка приводят в комнату, в комнату, усаживают его на стульчик, а другой конец комнаты ставят клоуна. И говорят, вот видишь клоуна? Он говорит, да, я видел. Тебе страшно? Он говорит, ну, вообще-то да, вообще-то да, я боюсь. Я говорю, хорошо. И они его двигают дальше, 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 дальше. Он говорит, вот, тебе уже не страшно. Ну, если клоун находится на таком отдалении от ребенка, что ему уже не страшно. и так-так, после этого клоуны начинают двигать, двигать, двигать к ребенку. И спрашивают его, ну, вот, тебе страшно? Он говорит, нет, мне еще не страшно. Они двигают, они говорят, а теперь, ну, теперь страшно. Вот, насколько страшно? То есть, испытываешь ли сильный страх, близкий к панике? Он говорит, ребенок говорит, нет, не испытывай, мне немножко больно. Так хорошо, вот, давай так и пока оставим. Ребенок находится в комнате с клоуном, он смотрит на клоуна, его страх постепенно уходит. Почему? Потому что нет никакой угрозы от клоуна. Нету. Клоун ничего плохого ребенку не сделает в этой комнате, по крайней мере. И человек, в данном случае наш ребенок, просто воспринимает признаки не ключевые, неправильные. Он мыслит с комплексом, а не понятие. А понятие заключается в том, что клоун ничего плохого ребенку не сделает. Дальше. Клоуна постепенно двигает ближе, у ребенка вновь появляется страх. Его оставляют так, и страх проходит. И так постепенно, постепенно клоун оказывается перед самым ребенком. И он вообще не боится. И страх уходит. Потому что благодаря такому подходу человек начинает воспринимать главный признак. Признак того, что клоун, ну, игрушка клоуна, сама по себе не страшна. А то, что было с ребенком, вот почему он его боялся, было связано с аффектом. То есть был аффект, было сильное переживание, и оно закрепило вот это восприятие, комплексное восприятие. Именно оно, переживание, закрепляет какие-либо ассоциации, ассоциации, ощущения, связанные с определенной ситуацией, и, собственно говоря, страх. разбить эти ситуации, показать, что эти элементы никак не связаны, отсечь все ненужные признаки и выделить один главный ключевой позволит страх убрать. И я обещал про гейштальт подход немножечко сказать. Есть любой пример, не помню, говорил я вам или нет, его я буквально быстро по нему пройдусь, суть в чем, человек боится экзамена и он очень переживает. Вот задает себе вопрос такой человек, а я еще на экзамене? Нет, он еще дома. Да к чему я тогда боюсь? Человек идет по улице в институт и опять начинает чувствовать свой страх. Говорит, я еще на экзамене? Нет. Так чего же я боюсь? Человек подходит к институту, задается тот же вопрос, понимает, что он опять не боится и так проходит все время до самого экзамена. И когда этот человек идет уже к доске или к преподавателю отвечать, он спрашивает себя, а я уже отвечаю, я уже экзамен провалил, что я боюсь. Нет, нет, я еще не провалил, так сегодня я боюсь. Обязательно нужно здесь учитывать тот факт, что я готовился к экзамену, то есть предпринимал какие-то попытки для того, чтобы минимализировать негативные последствия ситуации. Если этого не делать, если к экзамену не готовиться, то нас нельзя бояться его провалить. Если к экзамену не готовился, ты его провалишь. И страшно здесь нет. Ты знаешь, что если ничего не делать, произойдет одни события произойдут. Если что-то не может события будут другие. Человек боится провалить экзамен, потому что он готовился и надеется его сдать. Именно надежда рождает страх. А надеется Нужно знать, что ты можешь, на что ты способен, и знать свои возможности, и максимально выложить. И все. И больше ничего не нужно. Вот примерно так можно было бы помочь вашему муча справиться со страхом. Надеюсь, мои аллегории вам были понятны, потому что здесь встречи, я не совсем понимаю, как это работает. Я не совсем понимаю, как происходят деловые переговоры, и я, признаюсь честно, никогда в них не участвовал именно в таком формате, как собой описывать. Я представляю, как это происходит, но сам я не был субъектом, поэтому привожу примеры чисто из психологической практики и, надеюсь, при переносе смыслов этих примеров у вас получится, что ему может помочь. Но вообще, конечно, через третье лицо помогать довольно-довольно-таки сложно. Теперь дальше, по поводу денег, значит, вопрос, который вы пишите, даже не вопрос, а вот то, что, значит, мужчина меняется, когда появляются деньги, становится нервным, хочет что-то купить, ему не нравится, что вы его ограничиваете. Вы знаете, здесь на лицо нереализованное желание. То есть, понимаете, мужчина хочет использовать деньги для того, чтобы позволить себе что-то, что для него фаза. Мужчина хочет использовать деньги, чтобы реализовать свои какие-то, ну, потребности, какие-то свои, там, желания и так далее. И понятно, что у него эти желания есть всегда, они с ним постоянно. Вопрос в том, откуда идутся эти желания, как их можно удовлетворить, осознаются ли они или нет. Вот это важный момент, потому что, судя по всему, судя по всему, судя по всему, мужчина становится нервным, желание его не осознается до конца. Нервный – это значит, что человек перестает быть собой, да, я надеюсь, вы понимаете. Человек не может быть собой, а это значит, что на него что-то влияет. Что именно на него влияет, мы, конечно, не будем, скорее всего, это невозможно в детстве что-либо себе позволить. Или, вполне вероятно, через что-то, через покупку, да, через какие-то вот такие проявления, значит, своей успешности. Мужчина пытается показать уверенность в себе, а через такую уверенность мужчина, может быть, что-то как-то, ну, повысить свою самодостаточность и так далее, не более того. И важно понять, почему, чего он хочет. Простое ли это стремление к роскоши, к богатству, или мужчине именно что-то нужно для того, чтобы почувствовать себя уверенность? Я думаю, на этот вопрос тоже стоит обратить внимание. То есть, для чего ему нужны деньги? Для чего-то конкретного или для постоянного роста? Для постоянного стремления куда-то? Если для чего-то конкретного, то лучше этого удовлетворить мужчине. Мужчина это получит, ему будет легче. А если для постоянного стремления к чему-то, то здесь, конечно, имеет место, опять-таки, какая-то негативная или даже ошибочная модель поведения, ведущая, идущая из детства и ведущая к мимолетному удовлетворению каких-то своих проблем. Если мужчина, например, чувствует себя несвободным, а покупка для него есть проявление свободы, то, соответственно, нужно понять, что свободным от покупки чего-либо он не станет. Но несвободное ощущение себя самого с ним останется. И вот, чтобы его не было, этого, постоянно, нужно понять, а стоит ли мужчине, вообще-то говоря, есть свобода? И почему он не чувствует себя свободным, ну, вообще, постоянно? Ведь он занимается, вроде бы, любимым делом, он, там, работает-то, работает и проявляет себя. Что вы считаете, может быть свободным? Об этом сегодня нужно обязательно поговорить. Потому что нервные, нервные, нервные состояния при получении денег, они должны все это купить, болезненное реагирование на расходы, на указания на расходы. Это, к сожалению, прямое проявление какой-то неудовлетворенности. О какой неудовлетворенности речь, мне говорить сложно, потому что это третий человек. Я полагаю на них, и вам нужно, ну, я бы сказал, вам нужно с этим работать, но не знаю, насколько это возможно в вашем случае. Я думаю, что нужно спросить, чего муж хочет, чего ему не хватает, в чем он неудовлетворен, свободен ли он, что дают ему деньги и так далее. Только так можно решить вопрос его изменения, когда появляются деньги. Потому что на самом-то деле многие люди меняются, когда получают деньги. Другое дело, чем обусловлены эти изменения? Вот кто-то, например, когда ведь деньги пытаются эти деньги получить, да, и моментально их как-то спрятать, чтобы эти средства были приняты. Ну, это такие, эти, плюшки, которые коды. Бывают люди просто жарные, которые хотят потратить на себя. Понятно, что здесь детская недолюбенность. То есть родители недолюбили, не дали понять, что их ребенок самый лучший, постоянно в чем-то отказывали, постоянно в чем-то ограничивали, и у человека осталось недолюбовлетворенность. Ну, тогда нужно работать с этим. И так далее. То есть для каждого человека деньги, значит, свое. Деньги это вообще одна из самых больных тем. И пока не будет понятно, что мужчина пытается купировать, что мужчина пытается удовлетворить с помощью денег, ага, ну, с этим бороться никак не получится. Либо вы будете относиться сами к этому как к стихийному бедствию, то есть просто вот, знаете как, там, города началась, да, нужно пережить эту городу. Вот пережили, все, она прошла, все хорошо. Либо понять, а почему града происходит именно в это время, и попытаться понять, а нельзя ли это игрозой вообще, говоря, управлять. А чтобы управлять, нужно обязательно понять причину, откуда она появляется, что провоцирует на ее появление, какие условия провоцируют ее появление. И вот работа с условиями ее появления, соответственно, изменит и появление самой грозы. Я надеюсь, моя мысль здесь тоже ясна. Прошу прощения, если я говорю недостаточно подробно, но еще раз повторю, это ваш муж, и это третье лицо. И говорить о третьем человеке, ну, достаточно сложно. Я бы не хотел сделать предположение. Мы не отдаем вам направление, которое вы можете использовать для себя, себе во благо, чтобы лучше понять, а что ли вашему мужчину годят, что ли их ему нужно. Ведь такое поведение не просто. Такое поведение не просто. Дальше. Дальше вы пишете следующее. Относится ли схема, которую я предложил с работниками, к вашей помощничке? Вы знаете, момент здесь такой. Я не до конца понимаю, что значит для вас, ваша помощница. Вот из вашего письма, предыдущего, мне показалось, что это обычный сотрудник. Ну да, он важный, но он обычный. Он обычный. И, вы знаете, его обычность автоматически его подгоняет под эту схему. То есть, формально, эта схема, она подходит и для него. Но, вы спрашиваете меня, правильно ли вы сделали, что поговорили с мужем о ней. Да. С мужем вы поговорили правильно. Но то, что он не хочет об этом говорить, по сути, оставляем дело нерешено. Во-первых, так, вы говорите о том, что он предложил ей премию за отдельные виды работы. Работы много. И значит, важно, чтобы премия соответствовала работе. Если премия работа не соответствует, а об этом нужно с ней разговаривать, то есть, вместе с мужем, вам, с ней. То есть, знаете как, вы, как бы, являетесь адвокатом или защитником этой сотрудницы. Вы встречаетесь и говорите ей, вот так-так, я знаю, что муж, там, назначил тебе дополнительную работу за премию. Но я думаю, что ты ему не скажешь, если чем-то недовольна. Ага, я понимаю, что ты нам очень дорогая, я не хочу тебя терять. И давай мы с тобой, вот сейчас, честно решим, ты считаешь, что премия, которую назначил тебе муж, соответствует работе или нет? Ты довольна этой прибавкой к жалованию или нет? Если ты недовольна, мы посмотрим, можно ли увеличить тебе премию. Если увеличить премию, возможности нет, значит, работу ты эту делать не будешь. Мы хотим сохранить тебя у нас. Мы не хотим, чтобы ты уходил. И потому твой комфорт для нас на первом месте. Но давай честно. Пожалуй, если вы поставили вопрос так, все, все занят на свои места. Конечно, очень важно, чтобы сотрудница не отдавалась и загордилась, но начала вас использовать и не стала, например, заламывать какие-то совсем большие суммы за свою работу. В этом случае вряд ли, вряд ли хорошей, что это получится и у вас с ней вообще. Поэтому, говоря о схеме, да, сотрудница подходит под эту схему. Но, простите, важно, чтобы ей было хорошо. А когда вы с ней поговорите, так? Когда она скажет вам, а вот все-таки, 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 нравится ей или нет? То, что она, ну, то, что вот ей предстоит дело. Устраивает ли ее вот награждение за то, что она делает или нет? Когда это выяснится, уже можно будет говорить о том, ну, какое из нее будет будущее. Формально муж имеет право делать то, что он делает, формально, если она согласна. Но ее согласие, желательно, ну, знаете, ее согласие должно иметь форму добровольного желания, чтобы ее действительно все устраивало. А для этого нужен разговор. И для этого нужен разговор с человеком, который вызвал бы в нее большее расположение. Я думаю, это точно не может, это, я думаю, скорее всего, вы. Вот вам и нужно с ней поговорить. Ну, если будет рядом муж, то муж будет понимать, что он сначен, что вы не отодвигаете его на второй план, что вы пытаетесь с ним считаться. А вот если ее не устраивает, то есть, смотрите, если ее все устраивает, и она будет делать объем работ за премию, за премию, там, размер премии, там, вы подкорректируете, да, если ее все устраивает. Да, она выбивается из вашей схемы. Почему? Потому что муж назначил ей дополнительную работу, и было бы, наверное, неправильно нагружать ее из шли с вашей стороны. Тем более, бесплатно, как я понял. В этом случае, и схема, она выбивается. Она не относится к схеме. Если она отказывается работать от премии, за премию, ну, соглашается по мере своего желания выполнять какие-то отдельные поручения, поручения сверх того, что она делает, тогда она к схеме относится, она тогда подходит совершенно под эту схему. Вот. То есть, вы даете ей, вы с мужем, я имею в виду, даете ей какие-то поручения, а она по своему усмотрению выполняет их, те, которые ей легче, которые быстрее, которые ей удобнее и ближе. И здесь важно просто-набыто договориться сразу всем вместе с вам, своим, что не вы, а лично вы, Ирина, не ваш муж, Игорь, не будете иметь к ней претензий, если она, например, будет выполнять чьи-то поручения только, например, только ваши или только мужа. Ни вы, ни муж, ни претензий к ней иметь не будете. То есть, никаких там, я не знаю, использований своего служебного положения и так далее. В этом случае, я думаю, все будет у вас хорошо. Главное, учитывать мнение ее. Главное, учитывать ее мнение. Это самое главное. Остальное, в принципе, уже, ну, как бы, знаете, акт вашей доброй воли, я бы так сказал. И далее вы пишете про то, что у него появилась любовница. Я вот, если честно, не знаю, как на это реагировать. Вы написали это вскользь, совершенно вскользь. И дальше вы просто пишете, что можете ли вы закончить разговор. То есть, вы очень холодно, отстраненно пишете об этом. Я, на самом деле, подменялся бы над этим, подменялся бы, может быть, сказал бы, что-нибудь было смешное, если бы не то, что вы мне вчера написали, про то, что мужчина хочет найти другую женщину. И, вы знаете, если честно, вот, мне кажется, что мужчина просто наболел. То есть, он, если то, что у него любовница, это блеск, обмаз, чтобы вы отстали, чтобы вы переключили свое внимание на жду друг друга. Это как-то уж слишком поздно, что-то. Это как, если бы он пришел к вам и сказал, зная, что вы заведете какой-то разговор неприятный для него, он пришел бы и сказал, а, понимаете, дорогая, я тебя не люблю, не люблю больше. Или давай разведемся. То есть, он, 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 свои цели достиг. Он достиг своей цели. Он отвлек вас. Но какой ценой? А если вы поймете, что это просто блеф, что это просто средство для того, чтобы не наговаривать на важные, но неприятные ему темы, То вы не только на него обидитесь за это Вам не только будет неприятно Вы не только будете чувствовать себя униженным Но в следующий раз Когда мужчина так сделает Вы ему уже не поверите И будет, к сожалению, обесцениваться сам факт того Что мужчина может сам развести И что мужчина появилась любовница Что он вас больше не любит Понимаете, такие важные критические вещи Будут обесцениваться Благодаря такому вот неумелому их использованию Это как сильно действующий препарат Его эффект только Имеется в первые два применения Ну, редко три Первые два А потом возникает привыкание То же самое и здесь Применил сильнодействующий препарат Отслег один раз Больше этого уже не сработало А вот сам факт того Что ты сказал Смысл того, что ты сказал Понятно, что контекст был другим Здесь Но смысл там Он остался тем же Так вот, смысл Обесценивался И для него Потому что он выбрал такой способ И для вас Потому что вы поняли Что это не естественно Ненормально Это, в общем-то, просто уловка Если же мужчина говорит серьезно То значит, он, скорее всего, находится В очень большом эмоциональном напряжении Возможно, и на фоне секса Возможно, и на фоне просто вашего Ну, постоянного ожидания Каких-то конфликтов От вас Постоянного ощущения Что вы чего-то от него хотите Чего-то от него требуете Чего-то от него ждете И мы хочем просто Такую женщину Которая бы Ничего от него не дала Которая бы Принимала его таким Как он есть вообще Которая бы гордилась И восхищалась И просто, наверное Смотрела бы И на него Снизу вверх И готова была Ловить каждое его слово Ну да Возможно, сейчас ему кажется Это наиболее Наиболее Выигрышным И приятным вариантом Но В долгосрочной перспективе После этого Останется только пустота И вам Конечно Что делать Здесь решать Ну Придется на самой Если это просто слова Слова можно простить Да, не сразу Да, не просто так Но простить можно Если Это не просто слова Но еще и действия Здесь нужно разбираться Нужно разговаривать Но Однозначно Стоит сказать так Что вы Следуя своим интересам Пришли к тому Что Муж По сути дела Решил найти Другую женщину Так что же Вы не правы В том Что Выбрали Такую Модель Поведения Нет Вы правы Вы правы Вы делали Все Все верно Получается Мужчину Это не устраивало По каким-то причинам И это позволило Ему Посыть вас В предок Пока на словах Но Все начинается Начинается Со слов И это значит Что Одношения ваши Переживают Определенный Кризис Поэтому продолжают Переживать Кризис Уже Наверное На более Глубоком Уровне В этом случае Огранировать Мужчину В чем-либо Препрещать ему Что-либо Ругаться С ним В их отношения Бесполезно Вам просто Нужно сказать Сказать ему О том Что если Он Хочет найти себе Женщину Для секса Для секса То и вы найдете себе Мужчину Для секса То ли Как ему это Понравится Не сейчас Не сейчас Не сейчас Пое-пое Когда придет время Вы его спросите Он действительно Хочет Разгрешать вам руки Или нет Ваш муж Спросите его Честно 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 Спросите А потом Уточните У него Еще Такую Вещь Как он Думает Вы Простите Ему Преноспредательство Вот И все Я думаю Что На этом Можно Закончить Получилось Очень Много Ирина Я Не хотел Просто Смешивать Все Что я вам Рассказал С темой Любовницы Мне кажется Это Отдельная Тема И мне Также Кажется Что Ну У меня Почему Есть Такая Уверенность Что Нам Не Придется С вами Разбирать Слишком Она Избитая Слишком Она Банальная И Мне Кажется Вы Знаете Как Поступать В Этой Ситуации И Без Меня Но Если Хотите Если Хотите Мы Конечно Их Разберем Ну Пока Общие Моменты Я вам Дал Я Думаю Что Их Мне Кажется Вам Будет Достаточно А Пока Я думаю На этом Все Надеюсь Что Я вам Помог Надеюсь Что Вы Не Не Заснете Когда Будете Слушать Это Все Вот Всего Вам Доброго